Мы здесь лектора, уважаемые гости. Мы с большим удовольствием открываем сессию нашей школы, школы теоретической физики имени Виктора Михайловича Гальцева. И эта сессия, она в таком смысле особенная, потому что организовывается в школу Московский ингредиентно-физический институт. В этом году у него юбилейный, 70 лет. Я несколько слов, поэтому я начну. Несколько слов скажу про историю нашего института. Может, в ветер? Да, но я думаю, что да. Институт был организован в 1942 году, во время войны. Было подписано постановление СОНОРКОМа об организации Московского механического института Борький Пас. Вот это вот фотография здания на Текерих-Местницкой улице, раньше в улице Кирова, где располагался институт, а до этого там не был в Кургемасе. По-моему, художественные институты, это мастерские. Потом, в 1946 году в Механическом институте был создан секретный инженер-физический факультет. В 1953 году весь институт был поименован МИФИ. И с этого момента известен как МИФИ. А вот новый, да, основателем института вообще я много говорить не буду. Просто основные люди, которые сыграли основную роль в создании института, это Игорь Васильевич Курчатов, это Борис Ванников, который был в то время министром боеприпасов, и Александр Ильич Тайкунский, первый декан инженерно-физического факультета. Ну и история института словно тем, что, значит, они работали в детстве лауреатуре на МИФИ. Я просто расположил по данным, как они получали эти наркотики в Семенове, Игорь Евгеньштам, который был первым заведующим в качестве теоретической физики. А вот новая история, новый этап нашей истории начался с визита Сергея Борисовича Иванова, который был тогда первым детским премьером правительства, это произошло 17 октября 2007 года, то есть, в общем, уже 5 лет назад, который впервые озвучил идею о том, что на базе МИФИ планируется создать федеральный ядерный университет, ну, планировался федеральный ядерный, создан был национально-исследовательский ядерный университет, который станет единым центром подготовки для кадров для университета. И сейчас, вот, этот указ президента был подписан с 2007-2008 года, о постановлении правительства в 2009 году, и вот что из себя представляет сейчас МИФИ, точнее, не я, в общем, национально-исследовательский ядерный университет МИФИ. В его состав входит 11 вузов и 9 вковидных. Значит, он объединился в все вузы, которые готовят кадры для РосАФ. Значит, во всех этих учебных заведениях 35 тысяч учащихся, более 2 тысяч человек штат-преподавателей, более полутора тысяч, более даже 600 профессоров подоценных. Вот, количество специальностей, специализаций. Вот расположен университет, вот видите, в скольких городах, в том числе закрытых городах Сарове, Снежинске, Новоуральске, Озерске и так далее, и там, и так далее. Вот, ну, вот здесь на карте показано, в каких регионах России расположены филиалы и отделения МИФИ. Это то, что МИФИ представляет для себя сейчас. А теперь, наконец, к школе. Значит, школа, у нас 28-я сессия международной школы по теоретической физике, имени Галинского, значит, организовывается, это кафедра и теоретической вядерной физике. Значит, основательной школы МИФИ и Осипа Ламон Шапира, который вот после посещения школы-фермы в Италии на узеле Хома разгорелся идеей регулярного проведения подобной школы в СССР, и после этого, как говорится, была, произошла первая сессия, и с тех пор мы регулярно это делали. Значит, вот эта идеология, которую принадлежит Алексею Соломоновичу, а в 69-го года, ведь Михаил Галинский, заведующий кафе нашей, отдыхал в лагере МИФИ на Волге и предложил использовать это место для проведения школы. Значит, ну вот фотография, многие люди там, здесь присутствующие, там бывали, замечательное место, правда, ну, как бы уровень комфорта там немножко ниже, чем, например, здесь, где мы сейчас с вами находимся. Вот это вот фотографии первой школы, 70-й год. Значит, это Моисей Александрович Марков, это Игорь Соломонович Шапира, Виктор Митлалович Галинский, это ректор МИФИ, Виктор Григорьевич Кириллов-Бурюмон, а это секретарь парткома МИФИ, тогда, Штегенен. А, значит, вот открытие первой школы 70-го года, как это выглядело на Волге. Это тоже первая школа, групповая фотография, все те же люди, вы здесь видите, здесь. Ну, из тех, кто работает в МИФИ, некоторые люди здесь можно узнать, вот это Миколай Собакин, а это, кстати, Вась, это Михалон Чайзанов, это Виктор Митлалович Кириллов-Бурюмон, а вот это вот, ну, и тех, вот, это кто? Снаемец Михалович, нет? Вот это человек. Это Леонид Митракёв. Это Леонид Митракёв, да? Вот это Ушильзе Леонид Митракёв, вот это там девятка, в общем, а обычный, вот это, значит, это первая школа, а это первый банкет. Это первый банкет, вот это Александр Ильич, он здесь у нас есть? Нет, не он. А? Александр Ильич, пожалуйста. Держался. Ну, это первый банкет, вот это Юрий Павель, Юсип Славоныч, Виктор Михайлович, Михалкин Чурин, а там я уже тоже, не знаю, про Александр Ильич, здесь на первом плане. Ну, тематика первой школы, вплоть до 83-го года, была всегда ядерная физика, и она так и называла, школа по теоретической ядерной физике. А начиная с 85-го года, тематика существенно расширилась и изменилась название. Она стала просто школой по теоретической физике, Единый Виктор Михайлович, нравится мне. Значит, в разные годы в работе школы в качестве лекторов, организаторов всех невозможных здесь, конечно, перечислили, я просто не понял выдающимся людей, участвовавших. В работе школы здесь перевел этого там, Абрикосова. Беляев, Спартак, Тимофей Тимофей, Тимофей Тимофей Тимофеевич Гальков, кстати, тоже выпускник нашей кафедры, Юрий Алексеевич Татан, выпускник нашей кафедры, Давид Абрамович Иржнец, Капаев, Кива, Васильевич Ларкин, Анатолий Ильич, тоже выпускник нашей кафедры, Мигдал, который всю свою жизнь был профессором нашей кафедры, Карицкий, Черноплев, ну и многим, многим. Вот уже школа в 86-м году по ВТСП стояла, вот Гальков, Лесовый Николай Алексеевич Черноплев, вот Саша Александров, несчастье в этом году очень рано умерший. Вот, значит, здесь же Каган, где же Мессиний, где-то сидит, а вот, может, Каган, и так далее. Значит, другая школа, школа по взаимодействию в ладонном изучении, это я просто потому, насколько как изменилась тематика школы для экономики и физики. В промежутке была, она опять-таки школа по ядерной физики. Но за 10 лет, надо сказать, вот, с 92-го по 2001-й год удалось провести, на самом деле, только одну сессию школы, но, понимаете, время было очень тяжелое, и, как говорится, средства на то, чтобы школу провести, было найти очень трудно. В 2002-м году все-таки было решено эту школу возродить и очень большую поддержку и помощь там оказал Борис Николаевич Аннекий, когда ректор, и я, унифий, и Михаил Николаевич Сиханов, который теперь ректор, вот тогда он был заменен страобразованием, и его помощь была весьма существенной, весьма существенной, потому что надо им давать достаточно финансирования, чтобы он и все сделал. Вот школа 2002-го года это первая после прерыва ухватывает физика на микро и макро уровне, но фактически тематика и осталась, потому что мы к этому моменту решили, что школа теоретической физики должна быть политематической, то есть люди должны услышать не только то, что непосредственно в их области делается в последнее время, но и что делается в смежных областях, потому что теоретики очень долго и широко смотреть, но уже лекторы этой школы здесь перечислены. И школа стала международной по составу слушателей. Вот слушатели были из этих стран. Лекторы пока были только российские, но слушатели уже приедут, в том числе из Германии, из Италии, из таких и субежных стран, как Азербайджан, Армении, Академии. Вот школа 2006-го года это первая реально международная школа, потому что у нас и лекторы были из американских университетов, это программный комитет школы, это тематика школы, которая сохранилась по сегодняшний день. А вот здесь лекторы, значит, много очень известных известных из ДЭФа, в том числе и Михаилович Юрий Соский, который до сих пор сюда ездит, это значит, из ДЭФа. И лекторы. А вот эти люди приехали из университета Мэриланда. И на самом деле, да, вот еще два человека из Толкета, остальные были российские лекторы. И вот несколько... Да, это... Простите, это групповая... Это групповая фотография, значит, вот американская здесь присутствует, из Мэриланда. это профессор по-другому у вас, значит, из Мэриланда. Это тоже профессор Голд из того же Мэриланда. Вот. Это совместно. А это уже школа прошлого года. Впервые это школа из Волки-Приеда, в основном с канаром в пансионате выназберя сейчас находится, она не проходила. Это лекторы школы 2010 года. Ну, и поузнаваемые вот Валерий Васильевич Рубаков, Казахмарович Халатин здесь, значит, это Валерий Михайлович Щеткин, Алексей Старобинский, Михайлович Высоцкий, это Константин Авраимович Кикоин, это Мерлин из Харлсовоя, тут Бесноватый Пола, это Федерма Михайлович, это Лозовик, который здесь тоже будет, Юрий Клинич, это Кальбер, Аркадий Мясевич. Значит, школа, вот школа 2012 года, здесь программный комитет школы, тематика ее, и, значит, нужно сказать следующее, что мы тут при организации этой школы столкнулись с целым рядом трудностей, сейчас я не расскажу, а, сейчас, опять, а, да, вот проблема с организацией, в прошлую школу в 2010 году мы организовали выигры в грант по программе ЦПХАГЭ, федеральная целевая программа проведения школы и не испытывали никаких проблем. В этом году мы проиграли этот грант, мы его не выиграли и не получили достаточного количества денег. И победителем оказался Воронежский институт высоких технологий, который провел эту школу паттеоретической физики, вот я специалист и с интернетом писал, чем занимается этот институт. Вот он готовит людей, коммерческие организации по туризму, серверу, менеджменту, управлению персоналом, и это вообще прелесть, квадратная безопасность. Эти ребята организовали школу паттеоретической физики. Я объясню, почему, потому что мы сформировали лот, получилось объявление, мы подали конкурс, но они предлагали цену в два раза меньше, и сроки проведения в два раза короче, и соответственно по этим принципам они выиграли. И вот даже общая физика не преподается вообще. А вот лекция там было написано несколько лекторов, но фото в интернете только одного лектора, он там в четырех экземплярах и одну лекцию. Это тематика, тема лекции квантовое преобразование Фурье, квантовое преобразование Фурье, тема лекции, она представляет собой алгоритм преобразования Фурье квантовой механической комплектуды. Вот смех мне понять. Вот это вот лекция лекции физики. А сейчас я вам покажу слушателям, обратить внимание на вот этих вот ребят, это пульсанты школы милиции. Их куда будет? Милиция у нас теперь без теоретические физики, сами понимаете, никуда. Им же надо отчитаться, что у них были службы. Вот они договорились со школы милиции. Курсанты школы милиции присутствовали на лекциях этой самой школы. Совершенно замечательной штаммом газа. Вот так у нас сейчас розы. Ну вот это общая фотография этой школы. Я специально говорил, что курсанты милиции как видите, здесь было много, а те фотографии не принестились. Вот. Ну, тем не менее, благодаря финансовой поддержке НИЯУ-НИФИ и еще и МНТЦ особо благодарю Алексею Ивановичу Малакову, который является главным куратором проекта НИЯУ-НИФИ Более того, когда они будут присутствовать, мы даже попросим и наших лекторов из России тоже, может быть, по-английски различить вести какие-то власти. Можно и дать этого переводчика или дать нам? Ну, это сложно, потому что, понимаете, Александр Иванович, кто будет переводчика? Кто будет говорить? Значит, можно было заказать укрозного переводчика, но это, во-первых, то, что нам нужен тогда еще один спонсор. Вот, а потом с инфронной княздул, 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 и почетные гости. У нас присутствует Александр Иванович Талатников, которого нужно, я думаю, никому представлять. Он сейчас почетный академик, почетный директор институт теоретической физики, Борис Михайлович Анекин, который сейчас я уже о нем говорил, это президент не я, у ФИ, а, значит, и у нас присутствуют Наталья Викторовна Кремлева, дочь Виктора Михайловича Галецкого, и Михаил Викторович Галецкий, сын Виктора Михайловича, качественных почетных гостей на нашей школе. Вот, я их всех представил, а теперь еще два слова «Вослушки», у нас здесь более 40 человек, они представляют, значит, ну, нефийский, афисфат МГУ, неярк МГУ, фистех, Международский государственный экономический университет, Воронежский государственный университет, заключается институт, НЕФ, это Саров институт, Туландау, физический институт ФИАН, ИКИ, Объединенные студиальные исследования, институт предкладной физики Нижнего Новгорода, институт кристаллографии, институт электронизм и реакционных технологий из Парькова Украина. А вот состав службы. Ну, а теперь успеха работы и приятного вам отдыха, вот такого сочетания. Спасибо за внимание. Может, мы включим свет, я как? Презентации нет же, как мне привычнее, когда я вижу действие. Значит, вот, действительно, в этом 20-летии НИФИ, очень, как всегда, Николай Борисович, экономно и по существу рассказал об истории. Вообще, вот, мои наблюдения, я сам не физик, я, в принципе, киберденции заканчивал, понимают, но, так же сложилось, что все время так или иначе работал с физикой. Вот, что касается теоретиков, то они очень хорошо умеют отсекать все лично, лишнее, и у них обычно очень экономно уважение. Правда? Для того, чтобы все понять, нужно очень сильно напрягаться. Я вот на прошлой школе здесь лекция очень высокого уровня. Вот, на прошлой школе, вообще-то говоря, обсуждались некоторые вопросы, сказанные вот с наноструктурами. И вот профессор Коин, значит, ну, мало того, что, понимаете, вот эти все квантовые представления, их так вот сразу воспринимать очень трудно, он еще все это начал излагать почему-то с позиции теории групп. Ну, у меня вообще мозги закипели, я успокоился только после того, как мы с ним часов походили, значит, вот здесь по, значит, аллейкам поговорили и так кое-что начал понимать, а потом он такую фразу сказал, что вообще зато сохранение энергии это, в общем, следствие из некоторых представлений о пространстве. Я сказал, значит, давайте на этом остановимся, вот дальше не пойдем. Значит, дело вот в чем, что я, конечно, вот Крушнл как ректор сейчас, как президент всегда, значит, во-первых, всегда посещал эту школу из большого личного интереса, ну, и всегда у меня есть и такая официальная обязанность от имени ученого совета, значит, МИФИ, во-первых, поблагодарить всех, значит, преподавателей, всех физиков, которые приезжают сюда для того, чтобы проводить эту школу, ну, и поприветствовать участников. Вот нам всегда очень нравится, когда аудитория состоит вот из, ну, я знаю, студентов тех институций, которые вот назвал, значит, Николай Борисовича. И я во своей речи, ну, поприветствовал на все официальное, но вот теперь обращаясь к молодым людям, хочу то, что сказать, и серьезно, потому что, ну, видите, возраст уже такой, что так в экспоненте уже пределы, значит, какое-то там стремление есть, но вы право по определению для чего? Ну, мы выйдем, вы останетесь. Но есть одна очень важная вещь, связанная вот с историей МИФИ, с историей науки в России, ну, и поведением людей, которым я назвал, вообще-то говоря, обязательно наличие некой профессиональной комности. Вот как-то Николай Борисович пригласил меня на международную школу, значит, по реактивистской астропизике, которая в Италии происходила, и потом, когда участники школы переехали, значит, из Римского университета в город Искара, и вот как раз эта группа людей как-то локализовалась, я посмотрел, вообще-то, говорю, в аудитории было всего 50 человек, ну, давайте пробуем прикинем, что на Земле живет 5 миллиардов людей, давайте допустим, что не все люди по разным причинам смогли приехать на эту конференцию, давайте это число увеличим 10 раз, ну, что у нас получится, 5 на 10 во втором, да, человечество это 5 на 10 9, вот 7 порядков разницы, а вот плотность ядерной энергии по сравнению с химической, значит, вот этот вот скачок наук совершил, там всего 6 порядков, я почему это говорю, что вообще-то говоря, слой людей, способных работать в области теоретической физики в мире очень тонко, в действительности вот сейчас гражданародное сотрудничество научное осуществляется не только потому, что эксперименты стали очень дороги, а потому, что и существует определенное, я не знаю, генетическое ограничение по интеллекту каждой нас, не каждой как процессу. Поэтому, вот это, понимая это, я, во-первых, хочу, призвать вас не только слушать лекции по физике, но и обращать внимание на отношения между физиками. Они всегда, знаете, очень такие гуманистические и всегда чувствуется желание как-то помочь друг другу, посодействовать друг другу в самых разных обстоятельствах. Вот теперь вот последний факт. Вот мы увидели в Барунишском университете, так сказать, ну, нонсенс, конечно, что об этом говорить, да, глупость какая-то, если бы на нормальном человеческом языке говорить, так, ничего удивительного, глупости в жизни очень много. А иногда, значит, это не просто глупость, это уже, значит, в общем, такие сильные отрицательные воздействия, что кажется, вот этот слой, о котором я говорил, исчезли. А почему он не исчезает? Вы думаете, наши времена самые крупные? А вспомните в России времена революции? Что тогда было с учебным? Ну, вот я хочу обратить ваше внимание, чуть-чуть социальная среда успокоилась, и мы сейчас знаем великого человека в истории, значит, российской физики, академик львов. Вот этот человек сохранил все-таки отечественную физику? И вот потом вы увидели великие, значит, имена основателей мифии, так вот это все откуда пошло? А в истории это все очень близко. А потом другие времена пришли. Ну, я не знаю, как там толком называть каждый по-своему, реконструкции или там бог знает, что, в общем-то, такие 90-е годы, опять все в древности. Нашелся другой человек. Обычно о присутствующих не говорят, но я, наверное, выступаю как официальное лицо в последний раз, ему приходит свое время, и я скажу вот что. Нашелся опять человек, заведующий кафедрой теоретической ягодной физики мифии. И вот он продолжал, вообще-то говоря, вот эту деятельность, несмотря ни на что. вот мы с ним приезжали в ядерный центр в Сарове, и, ну, вы знаете, просто настроение было очень тяжелое, потому что вот огромное количество физических работ, да бог с ними, значит, с бомбами не в этом сейчас делал, там очень крупная физика делала, в том числе экспериментальная. А вот поскольку часто бывало, зимой выходит, там тишина из гостиницы, ну, ждем машину, чтобы поехать там, и вот что-то я чувствую вот не то в воздухе, а не то, что потом уже через несколько лет приехали, выходим из гостиницы, утро еще, значит, рано люди, значит, встают, и вот залезли там ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, значит, что, эксперименты пошли. Это, значит, уже и диоретики отработали, это, значит, уже и вычислительная часть отработала, это уже, значит, вообще, говоря, люди дошли. И вот последнее, что я хочу сказать определенно. Почему я, вот, обращаясь к вам, считаю, что это очень важный, понимаете? Вот что бы ни было, значит, вокруг, человек, ученый, должен продолжать работать. И все наладится. И поэтому, вот, сохранение и этого семинара, это дело самих физиков, понимаете? Никто не помогал. Наука делается вопреки всему неплагодарящее. Вот, мне бы хотелось, чтобы, это как бы, значит, верить сразу никому не будет. Вы, по крайней мере, значит, вот эти вот мои слова запомните и как-нибудь переобдумайте и сопоставьте со своим жизненным образом. Если вы так будете относиться, значит, в общем, к жизни, к своей профессии, ну, там, мало ли, кто-то, миллиардов, понимаете, в разное время, ну, вот раньше люди гордились тем, что умеют, ну, сейчас гордятся тем, что имеют, но это разные люди, но вы и знаете, увидевшиеся. Вот это вот чувство профессиональной гордости, хотелось бы, чтобы оно сохранилось и дальше его вас пожелиться. Ну, и если, значит, вот такое отношение к науке, к своей профессии у нас сохранится, ну, не только в Ефи, в одиночку ничего не сделаешь, во всех тех институтах, которые называем, я думаю, что у нас будет в России все порядки, наша отечественная наука, наша отечественная физика по-прежнему будет занимать хорошее место среди ученых всех стран мира, в России и в России и в России уращества. Спасибо. 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 Так, спасибо. Большое спасибо. Микрофонное-те-те-те-те-те-те-те-те-те. Малки-свердро-те. За. Здесь я там. Думайся. – Да нет, выключи шанс, просто проект. – Проект. – Проект. – Проект. – Кнопочка. – Еще раз. – Все. – Все. – Все. – Все. – Все. – Меня уж попросили, я помолнилась, дополна от симпозиума, все в том, что в какой-то степени, в какой-то степени, вы видите человека, который заплел первый симпозиум, который в России проводился. В 61-м году у вас еще не было симпозиума. Мы решили провести первый симпозиум, теоретически, в Одессе. Учите, что меня надо останавливать, потому что я начну, как говорится, копать глубже и глубже. Почему можно, если не? Так мы решили вставить симпозиум. В Одессе была Акстономическая обсерватория. Позговорил ее Цесевич. Цесевич – это был сын известного певца, современника Шаляльдина, Цесевича. Были несколько великих певцов. У него было два сына. Я познакомился с младшим сыном, который был художником. Вернее, познакомился с его женой. Отдыхали мы в Калубской дороге в Ордене. И так познакомился Станин Цесевич. Таня познакомил меня с своим убором, который был внуком великого певца Цесевича. А брат его, Цесевича, художника, был директор обсерватории в Ордене. Значит, я буду очень глубоко вкопать, поэтому вы меня останавливаете. Мы тогда идем до Адама Ильева. Ну, и вот возникла идея, поскольку там есть астрономическое небольшое институт, а был еще ядерщик, физик, маляров. Его, может, кто представший по падению здесь знает, он учебник по этой физике написал. И он в Одессе в университете этого кафедра. Поэтому вот возникла маляров, Цесевич, и с ними я договорился, что мы устроим первый симпозиум по теоретической физике в Одессе. И в 1961 году это мы осуществили. Значит, все это происходило симпозиум на Доме отдыха, ткаткой фабрики. Значит, ну, что нам удалось? Мы собрали, как всегда мы умели выбирать, и общение у нас было большое, выбирать калантливых людей. Мы собрали там около 50, может быть, молодых диалетиков. Это был первый симпозиум в Советском Союзе. Настолько первый, что летом, когда я вернулся после симпозиума, и он сказал, да, у нас был симпозиум в течение месяца в Одессе, то он дал на меня, а он был в Крыму летал с Иршесом. Он на меня сказал, а собственно, что вы целый месяц в Одессе делали? И что я такое симпозиум дал, спросил у меня. Так что, вот, симпозиум придется в начало от Одессского симпозиума. Ну, значит, был в Одессе еще регламент. Одесский регламент был такой. Утром нам ляжем дискуссии, а заседание после. Да, что там был ткацкой фабрики, где мы все пучковались. А ниже нашего дома, где мы жили, была база ткацкой фабрики. А там были одни девушки. Дальше подробностей я не буду рассказывать, но скажу вам, что каждый вечер были танцы на турбазе. И любимыми, как сказать, молодыми людьми, которые пользовались, наибольший успех – это были Шагдеев и Веденов. Вот на танцах этого раба уже не было. Наша до молодой ткацкой фабрики, где нас кормили, была внесена забором. Там был уже пролетарский пульвал такой. И мы там жили по четыре человека в одной полпите. И я жил как раз с Виктором Гальским. Точно. Проблемы были очень серьезные. Потому что по вечерам многие ходили на танцы вниз. Там находилась турбаза на берегу моря. А ворота нашего дома закрывались. И приходилось лазить через забор. Значит, вот Шагдеев и друзья, которые пользовались наибольшим успехом, на танцах они приходили очень поздно и лазили через забор. Второй забор, через который надо было лазить – это рядом с нами был санаторий ЦК Украины, который, естественно, в этом еще не работал. Потом на начало лета был большой забор, только больше забора. И мы ходили, естественно, на пляж санатория Украинского ЦК и лазили через забор. Потому что бегали мы туда попасть не могли. К нам приехал, в Турцию ехал такой известный теоретик Латинджер. У нас его называли Дрюйтингер. И Латинджер, когда узнал, он был в Москве у нас в гости. Он знал, что мы все едем в Одессу. Он тоже был заинтригован и поехал с нами вместе. А там он вместе со всеми лазил на пляж ЦК Украины через забор. И, по-видимому, решил, как я понимаю, что это русский стиль ходить на пляж. Потому что обязательно сначала перелезть через науков, а потом нахватить органы искупаться. Знаете, да, известная теорема Латинджера для терми-систем. И, по-видимому, после сильно обсуждалось, там был Питаярский. Надо сказать, что состав, который мы собрали, просто я буду гордиться, потому что какой серьезную роль я играл в отборе людей, в отборе. Они все в настоящее время, кто жив, стали членами Академии. Сто процентов. Кто раньше, кто позже. Юрий Моисеевич Каган был приглашен. Он попадал в наши сети. Но там происходили очень смешные истории. Я не знаю, вас это интересует из жизни нынешних академиков, которые тогда еще под ними не были. Помню такой смешной. Ну, конечно, розыгрыши. Сейчас-то все они, как говорится, значительно... Наверное, у молодежи надо спрашивать. Происходят еще розыгрыши. Я спрашиваю, вот старый генерал, который спрашивал, как там народе. Вы друг друга разыгрываете, шутите. Там мы разыгрывались со страшной силой. И объектами розыгрышей были, вы можете рассказать, это были дружеские игры. Был Кардан. Илья Ившец, брат Ившец. Он, может быть, уже в то время был украинский академик. А там и все другие, чем молодежь. И... Ну, разыгрыши были, что были, что были очень разные. Ректор там звал гостей, но звал, конечно, людей, которые были более-менее известны. Там, в круге вокруг, значит... Вот как-то был... Мы ходили в гости к ректору, с Абрикосовым, еще с кем-то. Ну, это было чательно такое. А... Кардан, может быть, я не с прикосами возвыкнушим немножко. Мы встретили Кардана. А Кардан, не знаете, человек, который очень любиво относится, как говорится, кто куда ходит и с кем знаком. И он и любиво относился, что к ректору позвали меня и Абрикосова, а ему не позвали. Мы по дороге еще, по-видимому, купили эти носки в магазине. И поэтому он... Ну, что там... Было, происходило, у Левка. И он там вибрировал. У него там только раздавали подарки. Какие что-то, да, вот, носки, бручьи. Мы не забывайте, кто в нашей идее, что где-то, подарил мамам мне или у него носки одевали. Надо было придумывать. Теперь углы. Интересно вам? Это же история, которую вы никогда не услышали. Так вот, это все, что происходило в Одессе в первом году. Ландау не мог понять. Я спрашиваю, а что вы целый месяц могли войти себе делать? Я говорю, Ландау так и не понял, к сожалению. Уже в январе произошла известная катастрофа. И вот так я и не успел по-другому рассказать про Одесский Сиповин. Исаак Варкович, а почему Ландау-то не пригласили? Что? Почему Ландау не пригласили на симпозицию? Нет, это все-таки было мероприятие нового поколения. Ландау, каждое лето у него был свой репертуар. Он с Лившицем, на машине Лившица ехал куда-то на юг, на Кавказ часть. Лившица был родителем. Ну, был еще там Дзина Ивановна Ратна, жена Лившица. Обычно они втроем приезжали на юг. Поэтому это был, как говорится, закон, чтобы Ландау не нарушал. Вы знаете, тогда не только Ландау, я вспоминаю, более позднее время советское. Как мы ждали отпуска. Отпуск – это было самое счастливое время. Все, конечно, в Крым или на Кавказ. И просто вся наша жизнь проходила так вот, в плану, когда уже мы едем в Крым или на Кавказ. Так я вам не рассказал одну историю, связанную с Сесевичем. Ну, институтом была маленькая обсерватория совсем. И вокруг фруктового сада. И вот как нас пригласили. Пригласили посетить обсерваторию и погулять по фруктовому саду. И, как говорится, насытиться вечным, настоящим украинским вечным. Но в нашей, так сказать, необыкновенной делегации был еще один выдающийся человек. Это Саша Андреев, мой аспирант. Мы играли немножко людей постарше, но Саша был уже тогда, как говорится, звездой. И мы Сашу, который еще не окончил аспирантуру, тоже пригласили. И вот я наблюдал картину, как мы собирали вещи. Это очень поучительно, короче. Вы не думайте, что я уже совсем погрузился. Я ходил так рядом со мной Саша Андреев, вице-президент академии уже лет двадцать. И, ну, я отрывал вишенку, как нормальный человек съедал. И я заметил, или необыкновенный талант Саши Андреева я заметил. Он не рвал вишни и не ел их. Он их набивал ими карманы. И вот когда мы кончили экскурсию, когда все уже ходили без вишни, а Саша продолжал с полными карманами вишни. Это разный, так сказать, я думаю, психологический портрет. Потому что мы наивные люди открывали вишнику и съедали. Саша Андреев понимал, что надо сначала собрать и набить все карманы, а потом уже ездить. У всех будут вишнику. Извините, что я вам такие рассказываю историю, но это жизнь наша. Потому что я повторю, что эти пятьдесят человек, которые там собрались, а там почти все стали академиками и лечениями, то есть понятно. Александр Иванович, вы в книжке свои написали? В своей книжке вы это написали, эти истории написали? Да, это написано, может быть. Книжки. Какими-то другими симпозициями, понимаете. Но там есть, конечно, протестские симпозии. Это было замечательно. Там был еще в будущем. Клуб. Потом устраивал мельчишки, как мы продолжали, и шили наш дом, и строили чекулярные мельцы. Ну, отвечал популярной лекции Толя Латхина. Вот я называю его имена, а каждое имя – это же… Мир должен трястись, потому что скажем, кто такой Толя Латхин? Это величайший физик. Это не все даже понимают, потому что из-за его скромности он всегда держался так, что… Атолий Латхин, вот в последние годы его жизни, он был номером один среди теоретиков. По нашей классификации, вы можете доверять. Он жил в Америке уже, но я в то время, когда он еще был жив, в последний год, оценивал его так – лучи в мире. Поэтому молодежь, что смотрелись, мы сейчас говорим так, шутя, конечно, все это… Вот какие люди были – Толя Латхин, лучи теоретиков от последних лет. Ну, я в подробности жизни в Одессе – это, конечно, предмет для русской книжки еще, но… Есть разные сюжеты, близкие к тому, о чем я рассказывал вам. Но после Аракайского симпозиума, этих симпозий подражателей нашлось, как всегда, в жизни, на Уфина нашлось много, и они, как, знаете, прямо стали разморжаться, я не знаю, каким способом, как это сформулировать. И все. Наш институт имел два акта Аракайского симпозиума. Ну, я вставку. Но главное еще – урок. Потому что, когда мы ходили после этого, опять, очень поздно, мы все друг с другом обсуждали и говорили, хорошо бы его сделать постоянно. Симпозиум. Потому что очень успешно работали, потому что дискуссии были набраны, какие и нам перечаствовали. И поэтому мы решили хорошо бы сделать симпозиум постоянно. Не уехать вообще в Одессу и там, чтобы у вас был постоянно симпозиум. Это намертный институт, которого еще нет. Ну, вот, тут прав. Человек в Москве поменялся. Симпозиум устроить постоянно невозможно. А вот институт можно в Москве устроить. Вот откуда идея института и начинается. И также институт в Москве был создать. Тоже так собирался. Лучшие люди со всей страны. Ходили из Киева, из Новосибирска. Мы хорошо общались в то время. И знали друг друга. Физика была не столько, как вот, в Грузии говорилось, она была меньше, другого класса. Но мы все друг друга знали. Я, например, знал, я помню, когда я защищал докторскую диссертацию в 1952 году, то я знал всех докторов и физиков в Москве. Был лично со всеми знаком. Масштаб. Но зато, кто были у меня оппоненты. Это школа, да, теория свертихучести. Все знают, что были какие-то там, ну, не трения, ну, какие-то шероховатости. У меня оппонент был Боголюбов, товарищи, великий человек. Я не могу себе представить, а вы знаете, какие-то легенды. Я думал, что школа Боголюбов, как бы, точнее, два вопроса у нас родились. В 1952 году Боголюбов был у меня оппонентом на Боголюбовской диссертации. А были также Генгург и Евгений, делившийся с каждого. То есть происходило такое, так сказать, кучкование, но все талантливые люди, которые держались друг у друга. Было сообщество. Актуальный вопрос, возникновение, так сказать, общества, общества вообще, в котором люди взаимодействовали по-настоящему. Это было в небольшой среде физиков. Ну, и также, может быть, химиками, математиками, не математиками, не знаю, как это было. Ну вот. Так что я дальше углубляться в историю не буду. Хочу сказать, что вы должны сознавать, что вы продолжатели того замечательного отдела, которое начиналось в 1961 году. Что был такой же примерно по количеству состав. Собирается в Одессе первый раз физики-теоретики. И что тогда он не мог понять, зачем мы ехали в Одессу и с чем мы там занимаемся. Спасибо. 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 Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, мы приехали с Арматкировича, конечно... Можно сказать несколько слов. Потому что, когда он говорил о Арматкировича, я рассказываю о мире, в котором мы относились с сестра Наташи. Мы реально другого мира не знали. Вот... Огромное количество людей, которых вы видели на фотографии, они были в нашем доме, с столом. и не понимали, да, вообще на самом деле поняли, что этот мир в шоку тогда, в 81-м году, и стала Москва Папа Таринского, Фикса Михайловича. Вот, и, конечно, для нас очень важно, что то дело, которое вот начиналось в Минфе и, к которому тоже имел серьезное отношение, мой папа наш, вот, оно продолжается, сохраняется, и, конечно, благодарен всем за то, что это есть, за то, что пригласили нас сюда, и мне это очень важно все это увидеть и услышать. Но я хочу сказать, что жизнь сложилась так, как-то необычным образом, и я хочу сказать, что я в силу своей работы продолжаю иметь дело с Минфи, потому что буквально на прошлой неделе был звонок мне из Минфи, когда попросили назвать имена учителей, которые подготовили студентов, поступивших в школу. Я не знаю, здесь есть ребята, которые учились в нашей школе. И теперь, так, 21 год я директор школы средней, но им не пурчат. У нас очень много ребят выступает в Минфи, в Писте, и опять же, благодаря Минфи и кафедре, потому что на второй год с созданием школы, мне пришел Александр Литаревич Трифилов, Саша, в выпускной кафедры, ученик нашего папы, молодой, и сказал, давай создадим физмат-классы. Они у нас способны с 95-го года. Блестящие выпуски, блестящие выступления. Конечно, я просто лично благодарен Минфи и кафедре. Игорь Борисович, очень прошу помнить, как мы переводили, как мы его сына, Гальцкого Виктора Миталыча. Да, вместе ходили. Вот, Виктор закончил институт красным дипломом. Вот, это были годы разрушения, о чем говорилось. Когда все было плохо, несмотря на то, что я побывал и у, например, у Степнова, академика, и Спартака, и теперь я, и в Палчевеле, в том, что делать, как-то ошибить. Ну вот, ничего такого не было показано. И, на самом деле, как Марк Петрович говорил, последние слова Ларкина, Анатолий Ивановича, вот он узнал, что внук Гальцкого давай возьму себе. И буквально, это делалось очень долго, но Ларкин буквально за 3 месяца сделал так, что Виктор Пайков у меня, то есть, там защитил. Вот, я здесь с этой ситуацией, вот, и сейчас, 30 лет стал доктором профессора Мэри Ланд. Вот, и я искренне увлекаюсь, что Виктор еще дорастет до того, что он поймет, что ему тоже это надо сделать. Он говорит, очень, очень ярко, потому что, потому что он действительно тоже талантливый физик, говорит, он мне, первое, отдохнуло, очень хорошо. Вот, Дубнов в этом году приезжал на конференцию по новой технологии. Вот, я думаю, что придет время, когда на этой школе он тоже выступит, но для этого надо понять, что для него Виктор Пайков и что для него карта. Вот, так что, спасибо вам огромное. Я искренне благодарен всем. И, ребята, я вам желаю, все по возрасту уже выпускники в нашей школе, вот, мы стараемся, мы держим, хотя, хотя, вот то, что вы видели сегодня про Тенток, про Воронеж, с огромным трудом, никому это наверху не нужно, вот эти физмоклассы, мы держим ситуацию за всех сил. Я очень интересуюсь в образовании, это катастрофа, конечно. Но все-таки, все-таки мы все вместе и должны сохранить эту науку. Вот, очень много делает эфи, я расширю внимание, вкладываюсь. И мой, как это работает. Спасибо вам большое. Спасибо. С Витей мы встречались совсем недавно. Это было в конце июля в канале, обкалка и отражается в этой физической системе. Кому мы с ним участвовали. Так, есть еще желающие, кто-нибудь сказать? Ну, тогда давайте мы закончим нашу специальную часть. Значит, я так понимаю, у нас... После брейка у нас 5, а 5.30 лекций. Да. То есть лекция практически через час, но есть время чуть отвлечься пообщаться, и в 5 часов после брейка, потом сдерживать 5.30 лекция Александра Ивановича Ивановича. Спасибо. Так что, приобретайте. Спасибо.